Я думаю, что никакого давления на самом деле нет. Я считаю, что те артисты, которые вы называете мастодонтами эстрады, если бы они начинали сегодня, то их ждала бы та же участь. Это отголоски сегодняшнего времени. Во-первых, очень много каналов. В то время, когда начинали наши великие звезды, которым сейчас по 60 лет, они начинали в другую эпоху, когда было два канала. Центральных было очень тяжело, но если ты один раз выступаешь в музыкальном каком-то огоньке, тебя знает вся страна. Сегодня у музыкальных программ, которые транслируются на метровом канале, очень низкие рейтинги. И я стал это изучать, мне просто стало интересно. Люди устали от этого всего. Людям стало неинтересно. То есть имена вот эти громкие, они не могут удержать рейтинги, цифры они не дают. А новые имена, они неинтересны, потому что их никто не знает. И вот парадокс. Как бы телевизионщики не могут поставить нового исполнителя, они думают, что тогда рейтинг вообще провалится. А старых исполнителей они ставят. Вот рейтинг тоже низкий. Вот и никто не знает, что делать. Время сегодня поменялось. Ребята, очень много талантливых людей, молодежь талантливая, умных, сильных личностей, с голосами, с внешностью. Все это есть. Никто не отменял закон природы, не остановить никому. Никакой коалиции. Никто это никогда в жизни не остановит. Конечно, просто время такое сегодня. К тому же музыкальные телеэфиры, они достаточно... Ну, то есть, грубо говоря, в стране четыре человека решает, что сегодня будет звучать. Вот. Ну, я как-то в сторону отошел от этого вопроса. Меня многие упрекают. Вот у вас нет хита, Прохор, вы такой секой, пятое-десятое. Я говорю, ребят, ну вот записал я песню, десять песен. Купил у самых лучших композиторов. Создал аранжировки, там, снял клипы. И что мне дальше делать с этим материалом? Не идти унижаться перед теми... То есть, перед владельцами радиостанций? Ну, странно, почему я талантливый человек, закончил Академию Гнесиных. Я должен идти и умолять, чтобы мою песню поставили. Я у меня просто, вот, знаете, или наглости не хватает, или воспитания, я не знаю. Но я вот не могу так. У кого-то получается решить финансово, там, связями какими-то, какие-то дядечки, тетечки. Я просто не понимаю, зачем, почему я должен попросить Ивана Петровича, который там возглавляет ФСБ, чтобы он звонил какому-то дяде Степе, который возглавляет ту или иную радиостанцию, и просил его, рекомендовал, как бы, да, там, поставить мою песню, если она и так хорошая. Ну, вот эти вот мелочи, они, как-то, знаете, они уничтожают нашу культуру. То есть у нас шоу-бизнес сегодня, он разрушен. У нас не дают возможности сильным интересным артистам быть. Просто не поддерживают никого. Проекты телевизионные, музыкальные, они рассчитаны только на эфир сегодня. Их не интересует судьба артиста завтра. Они не настроены на это. Их интересует рейтинг, государственный заказ, шоу-голос, кстати, самый высокий рейтинг за последние годы. Шоу-голос посмотрит в стране больше, чем «Песню года». В два раза рейтинг выше. Понимаете, о чем это говорит? Это большой намек на, как бы, поиск какого-то консенсуса. Я считаю, что, конечно, надо с огромным уважением относиться к артистам прежнего поколения. Они заслужили, они прошли адские какие-то там испытания. И, то есть, несмотря на всю, как говорится, да, вот некоторые говорят, вот, десять артистов заполонили всю эстраду и не проткнутся. Я не соглашусь с этим. Они очень долго бились за это место под солнцем. И к ним надо относиться с уважением. Но и молодежь надо уважать. И молодежи надо давать возможность. Потому что иначе нарушается закон природы. Должно одно сменяться другим. Поколения должны друг к другу пожимать руки. А у нас получается, что вот с каким-то надменностью... Ну и в итоге я могу сказать, что сегодня мое мнение, что шоу-бизнес пребывает в еще худшем состоянии, чем в 98-м году.